Как Вы можете прокомментировать результаты исследования Сигнифай? И в целом, какова Ваша оценка препарата Ивабродин в лечении ишемической болезни сердца? Мы несколько лет ждали результатов исследования Сигнифай. Более того, наш центр принимал участие в этом огромном международном проекте по результатам исследования Сигнифай. Было обнаружено нейтральное влияние на прогноз. И можно сказать, что назначение препарата Ивабродина для улучшения прогноза при стабильной ишемической болезни сердца не рекомендуется. Однако это нисколько не умаляет возможности Ивабродина как антиангенального, антиишемического препарата. Я должен сказать, что в исследовании Сигнифай вновь были получены доказательства его антиангенальной, антиишемической эффективности. Дело в том, что большую группу пациентов, включенных в исследование Сигнифай, была лимитирующая стенокардия, то есть ограничивающая их в повседневной физической активности. И вот именно в этой группе пациентов мы обнаружили не только улучшение функционального класса, снижение его, улучшение толерантности к нагрузке, но и мы обнаружили меньшую необходимость проведения ревоскулиризации миокарда, что тоже является свидетельством антиишемической антиангенальной эффективности препарата. И вот суммиро все вышесказанное, я хотел бы отметить, что Ивабродин по-прежнему является эффективным антиангенальным средством, которое рекомендуется для лечения больных, страдающих стенокардией, стабильной формой стенокардии, как приоритетное в тех случаях, когда мы не можем применить бета-адреноблокаторы, или тогда, когда бета-адреноблокаторы не дают необходимого антиангенального эффекта. Ну и одновременно хочу сказать, что препарат имеет и другое показание для лечения больных с сердечной недостаточностями. И вот здесь как раз эта концепция контроля частоты сердечных сокращений у пациентов с низкой фракцией выброса левого желудочка, она была блестяще подтверждена в исследовании, в частности, ШИФ, исследовании Бьютифул, и препарат недавно получил такое показание для улучшения прогноза больных с сердечной недостаточностью, с низкой фракцией выброса левого желудочка, как дополнение к бета-адреноблокаторам, если частота сердечных сокращений более 70 ударов. Субтитры создавал DimaTorzok